В эфире телеканала Freedom новости свободных народов. Далее о главных событиях уходящей недели из жизни коренного населения, так называемой Российской Федерации. День памяти жертв политических репрессий. Они проходят по всей территории РФ, однако кремлевскими властями они не одобряются. Тем не менее, во многих городах люди вышли на улицы, чтобы отдать дань уважения миллионам соотечественников, которые были сосланы или расстреляны. Несмотря на противодействие властей, возложение цветов и чтение имен репрессированных прошли в Оренбурге, Улан-Удэ, Томске, Калуге, а также в Красноярском и Алтайском краях, в Ставрополье, Новосибирской и Ростовской областях. На этом фоне в России состоялся и ряд пикетов за свободу политзаключенных, которые подвергаются путинским репрессиям. Я вышел с плакатом сегодня, чтобы поддержать людей, которые находятся за решеткой из-за политической репрессии. Аналогичные акции с требованием освободить политзаключенных прошли в Саратове, Твери и Новосибирске. Стоит отметить, что по подсчетам проекта «Архипелаг в СИН» число политзаключенных в России только за последний год выросло на треть. Сейчас известно как минимум о 1200 узниках путинского режима. Минюст РФ потребовал признать террористической организацией Форум Свободных Государств Постросии. С таким иском министерство обратилось в Верховный суд страны. Форум Свободных Государств Постросии – это платформа, которая объединяет движения коренных народов и регионов РФ, выступающих за обретение полной независимости для 41-го государства так называемой федерации. В марте 2023 года Кремль признал организацию нежелательной. В Генпрокуратуре тогда посчитали, что деятельность форума «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности». Его участников ведомство обвинило в сепаратистской и националистической риторике. Последний форум Свободных Государств Постросии состоялся в сентябре на Тайване в стенах Национального университета. А 19 ноября сторонники деколонизации РФ соберутся в парламенте Канады, где международные эксперты и представители порабощенных России народов изучат возможность мирной трансформации и деколонизации Российской Федерации. Минюст России объявил так называемым иноагентом замглаву фонда «Свободная Бурятия» и журналистку Анну Зуеву. Присвоение этого дискриминационного статуса себе я связываю с тем, что в сентябре и в октябре я с помощью украинских гуманитарных организаций проинтервьюировала пятерых военнопленных из Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. Проинтервьюировала земляков, которые прямо сейчас находятся в украинском плену, потому что являются участниками вторжения России против Украины. Безусловно, это не могло не остаться незамеченным. У меня есть свой большой YouTube-канал, там 70 тысяч подписчиков. Очень сильно взбесило ФСБшников и главу Республики Бурятия Алексея Цыденова, которые увидели эти интервью. И в этих интервью разрушаются все те нарративы российской пропаганды, которые старательно Владимир Путин и его банда навязывают россиянам. Анна Зуева считает, что Кремль продолжит преследование в отношении нее. Ожидая уголовного дела, которое будет после определенных процедур, оно будет возбуждено в отношении меня. Ну, я переживаю за своих родных, которые остаются в Улан-Удэ, в Бурятии, но не намерена останавливаться. Мой канал будет развиваться дальше. Более того, я продолжу разговаривать с военнопленными. Возможно, даже поеду в Украину. Бурятская активистка и журналистка с присвоением статуса иноагента не согласилась и отказалась исполнять требования Минюста, в том числе и оплачивать административные штрафы. Никакие дурацкие глупые плашки оставить, разумеется, не собираюсь. Почему? Потому что Минюст, Роскомнадзор, ФСБ, Путин – это для меня никакие не авторитеты. Они не являются для меня властью. Поэтому я не признаю их властью, поэтому я не собираюсь играть по их правилам, соблюдать их законы людоедские, дурацкие, чудовищные. Помимо Зуевой, в списке иноагентов оказался и журналист из Республики Мариэл Алексей Серегин. Ранее сообщалось о его задержании в связи с публикацией ведомостей про погибших солдат в Украине. В Челябинской области продолжает развиваться история с погромами. 30 октября силовики провели рейды у членов ромской общины. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ врываются в дом, в котором находится около трех десятков человек, преимущественно женщины и дети. Ранее губернатор Челябинской области анонсировал рейды, цитата, в местах, где компактно проживают цыгане. 27 октября полиция задержала около двух десятков ромов, взрослых и детей. Их посадили в автозак. Погромы в городе Коркин на Челябинской области начались 24 октября. Местные жители обвинили в убийстве таксистки представителей сообщества ромов. Их дом, разъяренная толпа, забросала камнями и бутылками с горючей смесью, а припаркованные автомобили подожгла. Это были главные новости из жизни коренных народов так называемой Российской Федерации. Новый выпуск ровно через неделю в эфире телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин